Своих птиц Елена Толокнова содержит, несмотря на то, что работать приходится без света. У нее есть и земля, и птичник, и планов у нее много, но все порывы начинающего фермера спотыкаются о счет за подключение, который ей выставили энергетики. Почти 300 тысяч рублей. Шокированная женщина пыталась оспорить эту сумму, но пока дело с мертвой точки не сдвинулось. Таких, как Елена Толокнова, только в Устебаканском районе еще более 20 фермеров. Все они сегодня пришли на встречу с представителями Минсельхоза, чтобы в числе других проблем обозначить свои сложные отношения с поставщиком энергии. В госкомитете по тарифам объясняют, показывают, что они меня обсчитывают на 100 с лишним тысяч. А МРСК Сибири ту заявку предыдущую манулировали, написали новую, но сумма по освещению не сдвинулась. В пределах трех миллионов для меня находится это. То есть еще так стабильно не сидим пока, чтобы своими силами провести свет на наше хозяйство. Ну а работаем, в принципе, пока светло, так и работаем. Заходим с работы, свечки. Минсельхозе заверили, что в курсе проблемы и даже готовы помочь. По решению Виктора Зимина началась работа над целой программой помощи фермеров. И не исключено, что нуждающиеся получат поддержку уже в этом году. Вчера Виктор Михайлович ждал нам сроку ровно два месяца, чтобы мы разработали программу по субсидированию подключения к электричеству. Ровно два месяца. Поэтому мы сейчас в оперативном порядке запрашиваем все районы с конкретными фермерами, с конкретными точками участия, с конкретной протяженностью линии, сколько нужно построить, чтобы примерно проценить, во что это нам обойдется. Мы должны сделать в этом плане хорошую субсидию, чтобы это было подъемно для всех. Хотя представители Хакас Энерго были на встрече, свои позиции по теме они не озвучили. Ну а фермеры смогли задать членам правительства другие интересующие вопросы и получить ответы, что называется, из первых уст. В целом чиновники твердо дали понять, несмотря на сложности с бюджетом, а он сократился на миллиард рублей, аграрии могут рассчитывать на финансовую поддержку, прежде всего в виде грантов. Марина Конодакова, Дмитрий Парахин, Вести Хакасия.